связь работает голос вообще есть начинаем давайте начинает потихоньку подключаться не делать ничего что не вписывается в 10 заповедей и не вписываться не годится никаким образом вот всякие например бизнес коммерсанты у нас есть православие это догадываешься а вот советское время многие из них назывались бы спекулянтами и подвижали бы уголовную среду а теперь удачный бизнес вот пожалуйста на наших глазах как меняется и как мне видится в немалости вниз не вверх и все-таки если я кедровый орех собрал сибири и продал в индии а там собрал бананы и высыпь сибирь и здесь продал это торговлю а если я на улице пушкина купил рубашку за 100 а на улице щекинкина продал за 150 так называется удачная бизнес коммерция а я бы сказал спекуляция поставщичество и все что так что вот опять видите получается что у капитализма в некоторых его положениях нравственная планка ниже все таки стремились так царство божие правда хотели его построить без бога и в открытии бога и сумасшедшим меня потому ничего не получилось вот живем по нагорной пропутии здесь и западе не забываем помню неизвест бог вечен и нас нас вечен но ты ее реализация а я представляю себе брат и сестры представьте себе мы с вами брат и потом мы будем вспоминать о чем это творит после крещения после причастия сейчас вроде как вроде ничего а тогда как это могло быть мы вот тогда жили потешкой которая была связь на тем еще не свободно тело с которым живет 7 греха если у кого-то есть краткий вопрос можно задать у нас осталось ровно 7 минут батюшка вопрос такой вот в продолжении содома и гаморры там вот когда говорил своим детьям что нужно выходить и говорит показались им его слова как-то смешные или как то есть ну это о чем может говорить и чья это была проблема его или или этих детьев это было конечно проблема его вот и они погибли так что это было реально их проблем а проблема детей родителями всегда переживается это уже можно перейти от книги бытия нашей сегодняшней жизни когда дети совершают это чья проблема детей но родители там вызывает школу и прописочиваю кабинет директора вызывают то есть грех ребенка он конечно же без проблем есть такое мнение что что как бы типа он что ли шутил часто или что они вот ему не поверили показалось ему смешно то есть на чем это основано просто на мне кажется догадки которые но вдруг так и что он часто шутил известная притча до всегда приматчик причал не раз волки когда настоящие пришли он опять качал вот и мы уже не поверили казалось смешно опять я думаю что приписывать такую ситуацию это основание нет никаких если в качестве художественного вымысла то можно это допустить и как бы не противоречит библейскому тексту но из библейского текста это не светлый и мне это не к душе все-таки вот назван правил а еще момент такой помните программа когда ему бог да говорит говорит во всем что тебе сара не скажет слушай ее я так понимаю что это как-то вот одно момент на именно к этому случаю как-то подходило да а то вроде как но мужчина всегда там главенствующий везде это подчеркивается а тут вроде слушай жену там то есть можно как бы ну как поспорить или как понятно ну да если точно отвечает по библии то за что адама изгнали из рая начинают говорить про древо про то про то вообще там сказано то что послушал жену не надо ее слушать да мы сейчас парни тут наверное но девушки да я сказал парни и девушки смысле тех пор еще не женатых парни и девушек здесь как вы сказали одномоментно но это одномоментно длится всю жизнь я вот тоже женатый здесь еще я вижу женатых вот жена формирует муж муж глава семьи нужно на эту главу формирует и многим женам удалось очень хорошо сформировать получается главенствует нож а спасибо позже на сказать такое бывает она действительно формирует но даже начиная с самого материально буквально формирует форма да но не муж там стряхивает какие-то пылинки какие-то еще с платья своей супруги жена она видит все недостатки рубашки костюма там еще чё-то и управляется с этим делом вот у мужа какие-то привычки там что-то то пальцами то руками то шмыгой то еще чё только мы замечание сделать вообще кто это замечание сделать если ты на приходе батюшка в стране президент или еще чё только жена вот жена хрущева ты чё никитка там опять на городе скажите кто еще никитки мог чем-то сказать только одна персона носить она могла так что да и вот здесь господь говорит да что послушайся делать и вы говорите поэтому это не значит что она главенствует а это меня было семье и мудрый муж нисколько не переставая главенствовать мой взыграть это очень ужасно модерн а будет услышанной потому что она говорит того что по многим позициям вам и никто и мудрый plugged ремдрый нож мудрый нож нисколько не переставая оглавенство не будет затыкать и рот это очень красный номер а вы прислушиваться потому что она говорит потому что по многим позициям у него никто сейчас геннадий наше время подошло к концу вы помолитесь сердечно благодарим очень было интересно господи господи благослови всех нас господи мы сегодня углубились те древние времена святых правоцев изначально нашей истории священны их молитвами дары нам спасение они навсегда останутся началом нашей веры слава тебе господи благодарение хвала что они есть и ты даровал нам их дару нам следовать их вере и их благочестию и научаться одни мудрости жизни они хочу спаси христос вас всех господи благослови даже пищаться и и и и и и